Всем привет! Хочу сегодня предложить сделать цветок по новой и очень простой технологии. Я выбрала бумагу яркого красного цвета тонн 580. Я использую гофрированную бумагу итальянского производства. Плотность бумаги 180 грамм. На цветок понадобится примерно 4 рулона бумаги. Приступим. Весь рулон бумаги сразу разрежем на 1 метр, 1 метр и остаток. Мой остаток 40 сантиметров. Начнем с метрового отрезка. Для удобства разделю его пополам по 50 сантиметров. Аналогично разделю и второй метровый отрезок. И у нас еще остаток 40 сантиметров. Начнем с остатка. Для начала разрежем бумагу на 2 равные части по 25 сантиметров. Сложим пополам и на 3 части. Ширина заготовки получилась 7 сантиметров. Разрежем с обеих сторон. Вырезаем лепесток. Со второй половиной остатка делаем все то же самое. Сложим, разрежем, вырежем лепесток. Займемся листами 50 сантиметровыми. Их у меня 4 штуки. Сложим для удобства и разрежем пополам по 25 сантиметров. Первое полотно сложим пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Ширина получилась у меня 6 сантиметров. Вырезаем с обеих сторон до конца. Вырезаем лепестки. Я хочу особо отметить, что все лепестки для этого цветка имеют один размер и одну форму. Просто их предстоит сделать очень много. Из второй половины вырезаем аналогичным способом лепестки. Да, в общем-то, из всех листов бумаги вырезаем эти же лепестки. В итоге у меня получилось из первого рулона 68 лепестков. Количество может быть разным. Это зависит от ширины остатков. Подготовим лепестки. Я складываю сразу по 3-4 заготовки. Немного подкручиваю острый кончик, слегка его изгибаю. Сам лепесток вот таким способом. Выгибаю и заложив складку у основания фиксирую ее степлером. У основания загибаю ножку. Повторю еще раз. Закладываю складку и фиксирую. Лепесток становится похожим на лодочку. Ну а теперь запаситесь терпением и все нарезанные лепестки подготовьте к поклейке. Лепестки готовы. Их так много, что пришлось воспользоваться двумя корзинами. Для основы по традиции у меня пластиковая бутылка. Можно использовать и 5 и 9 литровые бутылки. У бутылки отрезаем верх и низ. Середина не нужна. Две половины необходимо подогнать по размеру. Верхняя должна заходить в нижнюю. Зафиксировать их между собой мне поможет малярный скотч. Сначала прихватываю линию стыка. А теперь обматываю всю конструкцию. Ленту не жалеем. Форма готова. Но если честно, сейчас мы не будем клеить. Сейчас мы возьмем второй рулон красной бумаги. И начинаем делать еще одну кучу лепестков. Рулон разрежем сразу на метр. Еще один метр и остаток. Мой остаток совсем маленький. 26 см. Покажу только, как разрежу остаток. Сначала пополам, по 25 см. Потом сложу пополам, еще раз пополам. И разрезаю с обеих сторон. Вырезаю лепесток. Со вторым отрезком моего остатка поступаю аналогично. Думаю, дальше держать ваше внимание нет смысла. Метровые отрезки режем так же, как и в первом рулоне. Сначала разделю метр пополам. Просто так удобней. В итоге получу 4 отрезка 50 см. Каждый из них делим пополам по 25 см. 8 полотен 25 на 50 см. Ну а дальше вы уже знаете. Каждое полотно пополам, пополам и еще раз пополам. И вырезаем лепестки. К каждому лепестку загнем кончик у основания. Заложим складку и закрепим скобой. Если нет степлера, можно закрепить и клеем. Просто это не очень удобно. У основания загнем ножку примерно 1,5 см. Очередная гора лепестков готова. У меня в этот раз 64 лепестка. Добавим корзины. А в них еще 68. Итого у меня на данный момент 132 лепестка. И вдобавок красные пальцы и все в мозолях. Это шутка. Я приступаю к работе с формой. При вырезании лепестков у меня образовались обрезки. Ни в коем случае не выбрасываем их. Они пригодятся все до последней бумажки. Отрезаем от треугольников нижнюю широкую часть в виде прямоугольника. Заклеим ими верхнюю поверхность формы. На заклеенную форму начинаем клеить по кругу лепестки за отогнутую ножку. Делаем небольшой нахлёст. Изгиб лепестка направлен от центра. Лепестки наклеены. Ряд завершен. Приступаем к поклейке третьего ряда. Опустившись вниз 5 мм. После третьего ряда заклеим полосками линию фиксации. Это усилит конструкцию и облегчит процесс приклеивания лепестков. Приступаю к четвертому ряду. Опустившись на 5 мм. вниз клею по кругу. Стараюсь попадать между лепестками предыдущего ряда. Четвертый ряд завершен. Приступаю к пятому ряду. Опустившись вниз 5 мм. Стараюсь попадать в промежутке предыдущего ряда. Завершить ряд не получилось. У меня закончились лепестки. Из-за кромов достаю третий рулон бумаги. Весь рулон, как уже вы знаете, сразу режу. И подготавливаю из них лепестки. Техника и размеры уже знакомы. Лепестков получилось 68 штук. Цветок уже в экран не помещается. Продолжим клеить лепестки пятого круга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ряд завершен. Я заклеиваю линию фиксации лепестков. Начинаем шестой ряд. Поднимаемся по форме уже на 1 см. И клеим лепестки. Лепестки клеим в стык. Лепестки клеим в стык. Лению фиксации заклеиваю красными полосками. Поднявшись по форме 1 см. Клею на форму лепестки седьмого ряда. Лепестки клеим в стык. Стараюсь попадать между лепестками предыдущего ряда. Цветок становится очень пышным. И так начинаем финальный восьмой круг. Лепестки клеим в стык. Лепестки клеим в стык. Слишком рано. Выход только один. Достаю четвертый рулон бумаги. Весь рулон режем сразу на 1 метр, 1 метр и остаток. Метровые отрезки поделим по 50 см. Из первых 50 см вырезаем уже знакомые нам лепестки. Их вполне хватит, чтобы закончить восьмой финальный ряд. Делим на две равные части по 25 см. Сложим отрезок пополам, пополам и еще раз пополам. Вырезаем до конца с обеих сторон. Из этой кучки отложим в сторону три заготовки. А из остальных вырезаем лепестки. Кончики лепестков подкручу и немного загну. Середину слегка растяну. Отложим пока лепестки в сторону. Три полосочки нужны мне для формы. Не вырезая, просто растягиваем полоски посередине. В начале я говорила, что все обрезки нам нужны. Надеюсь, вы их не выкинули. Для начала склеим все три растянутые полоски между собой. А теперь закладываем в полученную лодочку все наши обрезки до последней бумажки. Жамкая руками и фиксируя клеем, пытаемся вылепить середину в форме пули. Заранее заготовленные полоски бумаги вам в помощь. В общем, у меня получилось вот так. Займемся теперь серединой цветка вплотную. Из второй части вырезаем лепестки. Немного подкручиваем и выгибаем верхушку. А вот у основания лепестка поступим иначе. Закладываем складку и фиксируем ее степлером. Покажу еще раз. И загибаем ножку вот так. То есть в обратную сторону. Ну, в общем, с остальными лепестками продолжаем аналогичный процесс. Из следующего отрезка в 50 см делаем точно такие же лепестки. Из следующих 50 см мы делаем такие же лепестки. Из остатка от рулона мы тоже сделаем лепестки. Только не будем их скреплять скобами. Две полосочки отложу в сторону, не вырезая лепестка. Разрезаю эти полосочки пополам. И теперь у всех четырех вырезаю острый лепесток. Оформим пулю. На короткие лепестки наносим клей и фиксируем на верхушку формы. Лепестки клеим внахлёст. Завитками вверхушек лепестков закрываем вверх основы. Теперь клеим к основе большие лепестки. Их у нас четыре штуки. Клей наносим на основание и фиксируем. Теперь клей полосками по бокам лепестка и клеим к основе. Лепесток должен слегка изогнуться. Повторим то же самое со второй и с третьей стороной. Лепесток при наклеивании не прижимаю сильно к форме. Оставляю воздушный изгиб. Четвертый лепесток повторяет все предыдущие. Все симпатичная форма готова. Так может выглядеть бутон композиции из таких цветов. Начинаем клеить лепестки. Заполняю середину цветка. Ножка лепестка теперь направлена вовнутрь цветка. Клеим по кругу. Лепестки встык. Лепестки первого внутреннего ряда наклеены. Приступаем клеить второй ряд. Клеим лепестки встык ножки лепестка предыдущего ряда. Ряд завершен. Оставшимися лепестками можно заполнить пустоты, если они есть. Ну а теперь можно зафиксировать подготовленную середину. Отличный получился цветок. На производство одного цветка ушло 4 рулона красной гофрированной бумаги тон 580. 3 палочки клея. Половина пачки скоб для степлера. 1 пластиковая бутылка. И малярный скотч. Диаметр цветка примерно 70-80 см. В следующий раз расскажу о оформлении цветка зеленью. И как будем фиксировать его в подставку. А у меня на сегодня все. Я понимаю, что сейчас сложное время. Но именно сейчас очень важна поддержка и положительные эмоции. Поэтому создавайте красоту. Удивляйтесь сами. Радуйте и удивляйте близких. Всем удачи. Пока-пока.